В следующем матче почему вы проиграли в команде «Стверника»? Ну, не реализовали. Были моменты у нас, и в первом, и во втором периоде. Не реализовали свои моменты. Как говорится, не забиваешь, ты забиваешь, и тебе. То есть, три минуты – это небольшая расслабленность. Получили два гола. В принципе, играли неплохо, но за исключением этих трех минут, когда пропустили два гола. У вас, вашей командой был получать три матча, и в предыдущей игре была победа, и у нас была команда «Востока». Почему не далось сегодня закрыть оборону соперника? Почему не далось сегодня принять оборону? Ну, почему? Скажу, что закрыли, не считая этих трех минут. Мы играли неплохо, то есть. И закрывали ведущих игроков Уфы. Так что, просто неплохо сыграли. Даже в большинстве они ничего не создали. Ну, если вспоминаем матч, который был в Минске, то тоже выиграли в команде соперника 4-2. Чем-то похожи были матчи? Нет, мы в Минске провалили игру. Первый период 0-3 сыграли. Там было тяжело достать только обестроительной команды. Вот, а сегодня игра была от ножа. То есть, начало было, обе команды хорошо начали. То есть, была до первой забитой шайбы. К сожалению, ее забило Уфа. Последний вопрос. Вот момент был, когда забивали в Минске третью шайбу. Уже вроде бы все. Встали в центре, вбрасывание. То есть, 3-0. Но ваш тренерский штаб решил, что не было гола. Там был офсайд. Ну, главный тренер решил, что надо взять челленджера. Видно, посмотрели и он угадал. Продолжение следует...